Ровно 25 лет тому назад состоялась премьера первого спектакля Гэшер «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» И именно это дата открытия театра Время бежит быстро Совсем недавно мы сняли сюжет о 20-летнем юбилее Гэшера Он назывался «20 лет и три срока» Почему три срока, вы поймете из сюжета Театр Гэшер, который действительно стал мостом между израильской и русской культурой Между нами, выходцами из бывшего СССР и этой страной Празднуют сейчас свой 20-летний юбилей На реконструированной железнодорожной станции Старого Яфа Открылась юбилейная выставка «20 лет Гэшер» Театр и юбилей отмечают ярко, по-театральному Небольшой оркестрик во главе с композитором Аби Бениамином Встречал гостей музыкой и спектаклей Вот они, почти все созданные за 20 лет Гостиная из трех сестер Сверкающее красное авто То самое из Бабелевского города Обгоревшего, как рукопись мастера, программка «К дьяволу в Москве» Эти спектакли покорили многие мировые сцены Но вначале нужно было покорить Израиль, что намного сложнее Собственно, для этого они и приехали в 90-м году Группа молодых московских актеров, выпускников ГИТИСа Вместе с учителем, талантливым и уже известным режиссером Маяковки Евгения Марье Создать в Израиле, как когда-то Габимов 20-х, свой самый лучший театр Прошел какой-то очень важный, очень серьезный период Очень разный, на самом деле Начало это Период, когда надо было, во-первых, выжить Доказать, что мы из себя что-то представляем Что мы можем быть интересны публике здесь Что мы представляем театр определенного уровня И определенного очень направления Арье ученик Товстоногова, и уровень был задан уже первой премьерой Свежей и динамичной постановкой пьесы Стопарда Розенкранца Гильдрастер Мертвы В переводе Осипа Бродского К тому времени к новой группе присоединились актеры Московских, Ленинградских и Рижского театров Это был бесспорный успех И в Израиле, и на престижном фестивале БАМ Нью-Йорке Ну а затем Переезд из развалюхи в свой собственный дом в Яфо Десятки блестящих спектаклей Достоевский, Чехов, Мольер, Шекспир Один из самых ярких экспериментов Гэшера Спектакль по роману Юрама Канюка «Адам, сын собаки» О евреи-клоуне «Годы катастрофы» Его играет на арене цирка Шапито Еврейская тема в Гэшере на особом месте Спектакли по Бабелю и по романам Нобелю Скалурята Исаака Башевица-Зингера Одни из лучших Рак в 2003 году получил сразу пять Оскаров Израильской театральной академии Вот сейчас, когда мы делали эту выставку Очень разноречивые чувства И грусть, и некая гордость за то, что мы сделали Просто вдруг видишь все наши спектакли Герои некоторых из них Рассказывали среди публики Рассказывая разные театральные байки Или произнося бессмертные монологи Это дело Дрейфуса Был такой спектакль Второй по счету И я там играл такого парня Еврейского В польском городке В театрике, в котором они собирались Ставить пьесу по Дрейфусу По поводу этой истории И вот я там, будучи сапожником Одновременно играл роль Дрейфуса Офицера французского Этот спектакль играется только на еврите? Нет, когда-то мы играли В частности этот спектакль И по-русски, и на еврите И вообще первые спектакли Они были и на русском, и на еврите А сейчас уже все на еврите Чувства еврейской мамы Дрейфуса Понятны и без перевода Но все же было некое сожаление Что Гэшер очень быстро перестал быть Нашим, русским Ничего не поделаешь Миллион своих зрителей Из бывшего СССР Приехал не сразу И чтобы не оставаться иммигрантским И ворогинальным Театру нужно было завоевать Израильскую публику И ставить спектакли на еврите Еврит мне лично очень сильно помог И мне очень Эта атмосфера этой страны Чтобы вы только не восприняли это Как это называется Что я я россионист Я вообще не про это говорю Я говорю про внутренние ощущения Актерские Который выучил язык И на нем начал играть спектакль И я хочу сказать Что это было Очень интересно Это было как будто прорыв В какой-то другой мир вообще Идиот Достоевский На еврите Сейчас Гэшер пожал Единственный в мире театр Где одни и те же актеры Играют на двух языках Более того По-русски, если надо Играют и пришедшие в Гэшер Выпускники израильских театральных школ Уроженцы страны Это тоже смелый и успешный эксперимент Но остался ли Гэшер тем театром Которым был задуман И которым был в начале Ну вы знаете Плата ведь существует всегда Театр Это искусство Которое должно существовать Сегодня У нас нет шансов Как у писателей Или художников Что кто-нибудь Через сто лет Оценит то, что мы делали И это искусство демократичное Поэтому Здесь важна Мера Принцип наш Не следовать за публикой А быть на один шажок впереди Не больше и не меньше Это мы стараемся делать Вне зависимости от того Приходит ли к нам Русскоязычная публика Или Ивритоязычная публика Театр должен развиваться И жить дальше И приходят новые актеры Есть очень сильные Израильские актеры Очень сильные Актрисы и актеры И И они Как ни странно Казалось бы Израильтяне Но ты видишь Что они Актеры театра Гэшера И старые и новые актеры Гэшера Очень универсальны Прекрасно поют И танцуют Воздем сезона 2000 года Стал мюзикл Дьявол в Москве По мастеру и Магарите Михаила Булгакова Буланда играл сам Хайм Тополь Легендарный скрипач на крыше Еще один потрясающий спектакль Вариации для театра с оркестром Зримая песня На этой выставке Есть какой-нибудь Может быть Самый любимый экспонат Ну естественно Речь идет О самом удачном Самом родном спектакле Может быть Первый Розенкранс Мертвый Но потому что Это был первый Самый трудный Спектакль Который делался В полную неизвестность Мы не знали Абсолютно Что нас ожидает Может быть Самый рисковый Спектакль из всех И потом первый А готовы ли вы рисковать Так как прежде Да Я готов Здесь другая Другая проблема К сожалению На сегодня Вся система театра Я бы даже сказал Культуры Складывается таким образом Что в принципе Театры имеют Все меньше и меньше Права на риск Потому что Это связано с тем Что в следующем месяце Может быть Я не смогу заплатить Зарплату актерам Гешер театр Режиссерский Авторский Чей век Как правило Отмерен творческой молодости Его основателя И художественного руководителя Говорят это лет Десять А то и семь Так что Гешер уже В солидном возрасте Три срока Три срока Которые должны Взлет падения Взлет падения У вас уже три срока Вы знаете Поскольку мы Родились Из группы иммигрантов И поскольку Мы приехали в другую страну Мне кажется Законы другие А потом конечно Театр меняется Он был один Первые семь лет Другой Вторые семь лет Сейчас кончаются Третьи семь лет Мы благодарны Гешеру за то Что он позволил нам Продолжать любить театр Не ностальгически А приходя В течение 20 лет На замечательные Интересные спектакли Много будней Много радости Горе Когда уходили Наши товарищи Это действительно Очень Большой срок Но пролетело все Как Одна минута На самом деле Если говорить о будущем Конечно я надеюсь Театр Театр и сейчас Меняется уже Я надеюсь Что Вот так обновляясь Мы проживем Еще какое-то время Ну если следовать Габиме То еще очень долгое время Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому